В одном из наших прошлогодних выпусков мы напомнили тем, кто, возможно, забыл, и обратили внимание тех, кто в своё время не успел этого заметить, что подписание в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года трёхстороннего заявления ознаменовало собой достижение Азербайджаном не той ситуации на земле, которую он ставил перед собой в качестве конечной цели, а его великодушное согласие остановить боевые действия, чтобы дать шанс Армении спасти жизни оказавшегося запертым в котле 30-тысячного контингента в обмен на выполнение ею оставшихся требований государства-победителя. На момент подписания оставались ещё не выполненными ряд требований Азербайджана, а именно освобождение Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов, реинтеграция бывшей Нагорно-Карабахской автономной области в административные структуры Азербайджанской республики и восстановление на этой территории конституционного строя, освобождение оккупированных территорий Газахского, Акстафинского и Садаракского районов, открытие беспрепятственной связи с Азербайджанской автономной республикой, восстановление контроля над всей протяженностью государственной границы с Арменией с последующей её делимитацией и демаркацией, а также вопросы гуманитарного характера, связанные с судьбой пропавших без вести ещё в Первую Карабахскую войну граждан Азербайджана и картами минных полей. Все эти вопросы были на повестке Дня Азербайджанского государства на момент начала 27 сентября 2020 года освободительной операции, и остаются они по сей день. Поэтому, когда премьер-министром Армении Николом Пашиняном был подписан капитуляционный акт, ему в обмен на сохранение жизни, оказавшихся в полном окружении армянских военных, и возвращение из Армении в Карабах сбежавшего оттуда населения, была предоставлена возможность выполнить оставшиеся вопросы, так сказать, бескровно. Бескровно вернуть Агдам, Кельбаджар, Лачин. Бескровно и поэтапно самоудалиться из Карабаха, чтобы открыть путь для мирной реинтеграции этого района в Азербайджан. Бескровно вернуть анклавы. Бескровно открыть беспрепятственные сообщения с Нахчеваном. Без принуждения предоставить карты минных полей и останки пропавших без вести граждан Азербайджана и так далее. То есть добровольно сделать всё то, что Азербайджан мог вполне взять сам. Силой права и правом силы. Но руководство Азербайджана, как мы помним, продемонстрировало тогда великодушие и дало шанс Еревану выполнить все эти справедливые требования, не заставляя его копать новые могилы в Яраблуре. Казалось, что тут непонятного? Либо продолжаем ваши избиения и забираем всё, либо сжаливаемся над вами, останавливаем бойню и даём вам возможность и даже некоторое время выполнить все оставшиеся наши требования без новых похоронок. Очевидно, в Армении наутро после капитуляции решили, что война окончена не условно, а окончательно. Всё, что потеряли, то потеряли, а всё, что осталось, это как бы уже навсегда. Правда, пришлось всё-таки уйти из Агда, Малачина и Кельбаджара. Но некоторые капризы стали было раздаваться при восстановлении границы в Губадлинском и Зангеландском районах. Дескать, эти районы не упомянуты в трёхстороннем заявлении, участок Гафан-Горис – это дорога жизни для Армении и прочее. Первые попытки изменить понимание поствоенной ситуации и проверить на прочность наши нервы начались меньше, чем через месяц после капитуляции, когда Ереван, вместо того, чтобы выводить из Карабаха свои войска, заслал туда новый отряд из новобранцев. «Соседи, разве об этом мы договаривались? Мы остановили порку, чтобы вы выполнили все оставшиеся требования и сделали это без новых смертей. Почему эти капризы, связанные с вашим обязательным уходом из оставшихся участков Зангеландского и Губадлинского районов? Для чего вы отправили в Азербайджан новый отряд?» Подозрение в том, что в Армении по-своему восприняли подписание трёхстороннего заявления и сочли остановку военных действий окончательным, а не условным. Усилились после того, как стало заметно отсутствие у Еревана всякой спешки в выводе его войск из Карабаха. А из Ханкенди, куда были автобусами возвращены те, кто ещё совсем недавно оттуда трусливо сбежал, вновь стали звучать лозунги вроде «Арцах никогда не станет частью Азербайджана», вновь начались поездки сюда официальных лиц Армении, который, правда, пришлось прекратить после строгого предупреждения со стороны президента Азербайджана. Попёрлись в Карабах кандидаты в президенты других государств, депутаты иностранных парламентов. Не отстать от поезда решили и в Кремле, спешно заслав сюда своего троянского коня, или осла уж, не знаем как правильнее. Возобновился грабёж недр и природных богатств Азербайджана, продолжилось минирование. Возникает вопрос. Если по условиям трёхстороннего заявления параллельно с вводом в Карабах РМК отсюда должны были быть выведены все армянские силы, включая, кстати, отряды из числа местного населения, то для чего ведётся это минирование? Российским миротворцам это не нужно, они там находятся временно и не дождутся возвращения к своим семьям. Так к чему вы готовитесь? Уж не к войне ли? Если да, то зачем тогда подписывали заявление и вводили сюда миротворцев? Чтобы под их крылом вернуться туда, откуда сбежали, и за их спиной возводить новые оборонительные рубежи для новой войны? Знаете, соседи, не знаем, как вы, но мы под такой бред не подписывались. Вам была предоставлена не передышка и возможность подготовиться к новой войне, а шанс добровольно выполнить оставшиеся наши требования в обмен на прекращение вашего избиения. Вам была дана возможность добровольно уйти из анклавов, бескровно открыть беспрепятственное сообщение с Нахичеваном, без принуждения и всякого давления решить для себя, хотите ли вы остаться в своих домах и жить по законам Азербайджана или же выбрать для себя гражданство другой страны и новое место жительства. Еще раз вспомните себя 10 ноября 2020 года, в каком плачевном вы были тогда состоянии. С тех пор вы так и не оправились, а Азербайджан стал еще сильнее. На стороне Азербайджана и сила, и право. Шансов уйти от выполнения оставшихся его требований у вас нет. Вам придется все это выполнить. РМК уйдет, и на его место не придет никто. Не надейтесь. Вы останетесь одни. Вам не поможет ни Макрон, ни ОДКБ, ни почившая в Бозе Минская группа ОБСЕ, ни СовбезООН, ни погрязший в кучине собственных катаклизмов Иран, ни далекая Индия, ни Ким Кардашьян, ни твиты ваших зарубежных друзей. Никто. Вы обречены жить между Турцией и Азербайджаном, которые протягивают вам руку. Попытайтесь ее укусить. Она превратится в кулак. Железной. Боль от которого не выдержали тысячи лежащих сегодня в Яраблуре, и от которого посчастливилось сбежать десяти тысячам дезертиров. Не забывайте. Война два года назад завершилась лишь условно. Окончательно же она завершится только с выполнением вами всех справедливых требований наказавшего вас государства-победителя. Какой ценой, большой или малой, это уже зависит от того, как скоро вы возьметесь за ум и придете к осознанию неизбежного.